Всем привет! Эта серия будет про доработку полноприводного КАМАЗа Медведь. Сначала я установлю новые рессоры, так как предыдущие были слишком жесткими. А затем планирую усилить карданные валы. Я уже подготовил КАМАЗ к установке новых рессор. Снял передние мосты и заднюю тележку. Это первая версия рессор, которые получились очень жесткими. И они нам больше не понадобятся. За кадром я напечатал несколько разных версий рессор. С листами разной толщины. И количеством листов рессоры. И смог подобрать оптимальный вариант, который подойдет для такого большого грузовика. Для печати рессор я использовал PLA плюс пластик от E-SAN. Пробовал печатать из АБС той же фирмы, но рессоры получились менее упругими и не выдерживали веса грузовика. Совсем другое дело. Скачать модель обновленных рессор вы можете по ссылке в описании. С подвеской я разобрался и теперь пришла очередь карданных валов. Для начала я хочу провести тест старых валов и по возможности сломать их. Перед выездом необходимо зарядить литий-полимерную батарею. Снимаю крышку, которая крепится на магнитах. Для зарядки я использую устройство с балансировочным разъемом, которое продлевает срок службы батареи. Также советую не оставлять без присмотра батареи во время зарядки, так как присутствует вероятность самовозгорания данного типа источника питания. Сегодня выдалось довольно морозное утро, около 10 градусов ниже нуля, поэтому вероятность поломки карданов немного увеличивается. Я думаю, в первую очередь должны сломаться карданы, которые соединены с раздаточной коробкой. Я буду проводить тестирование с максимально резкими стартами и бесколлекторный мотор типа размера 40-68 мне в этом поможет. Хочу напомнить, что длина этого грузовика 1 метр 10 сантиметров, а вес около 7 килограмм. Так как на видео он смотрится значительно меньше. Кстати, частый вопрос про дифференциалы в мостах. Почему я их сделал разблокированными? Отвечаю. Это сделано для уменьшения нагрузки на карданные валы и шестерни внутри редукторов и раздатки. Так как все эти детали напечатаны на 3D принтере из обычного пластика. Следующее испытание – подъем в горку. Для тяговитого бесколлекторного мотора это не проблема. Как оказалось, и для карданных валов тоже. На морозе и под нагрузкой пластиковые карданы так и не сдались. Хотя по моим расчетам вероятность этого была довольно высока. А чтобы не переживать за надежность карданных валов, я уже разработал и напечатал новые усиленные валы. При печати валы должны быть расположены в вертикальном положении на столе 3D принтера. Иначе шлицы на них не пропечатаются, и вы не сможете их соединить друг с другом. Валы должны свободно входить друг в друга, но без сильных люфтов. Далее я приклеиваю вилки к карданам при помощи дихлорметана, который расплавляет пыла пластик и обеспечивает надежное соединение. Далее я приклеиваю вилки к карданам при установке крестовика. Винты М2.5х8 вкручиваются в вилку. Далее приклеиваем вилку с отверстием. Для демонтажа старых и установки новых валов необходимо снять кунг и манипулятор с рамы КАМАЗа. Далее демонтируется двигатель с кронштейном. Сейчас я покажу в сравнении старые и новые карданные валы. Были доработаны вилки, крестовины и увеличен внешний диаметр карданного вала. Далее приклеиваем вилку к карданам при помощи дихотиков. Далее приклеиваем вилку. Далее приклеиваем вилку. далее я заменю остальные карданные валы кроме вала между мостами в задней тележке так как из-за увеличения габаритов вилок он просто там не поместится опять же для сравнения старый и новый карданные валы при установке карданного вала на мост неважно на задней или на передней необходимо демонтировать крышку и придерживая пальцем шестерню устанавливаем кардан устанавливаем крышку обратно на мост карданные валы установлены остаются в порядке только собрать грузовик в обратном порядке напоминаю что новые модели рессор и усиленных карданов можно скачать по ссылкам в описании а на этом видео подходит концу всем спасибо за просмотр аппетит а и Субтитры сделал DimaTorzok Всем добра!